Ребята, сегодня мы с вами учим про собачек. И вот собачка пришла. Здравствуй, здравствуй. Она такая хорошая, говорит, здравствуйте, ребятишки. И что ты мне принесла? Она говорит, я принесла такую книжку с маленькой собачкой. Ну, хорошо. Ой, и еще тут друзья у тебя есть. Но мы с ними потом. Пусть они подождут нас, ладно? Хорошо. А сейчас мы будем читать книжку. Итак, книжка называется так. Каждую страничку, которую мы открываем, собачка смотрит. И здесь она смотрит в собачку. Посмотрите, она кушает косточку. А кто тут спит? Кошечка, которую мы тоже будем учить. И вот так начинается утро собачки. Собачка и кошечка дружат с друг дружкой. Посмотрите, сейчас мы будем читать, что каждый день собачка имела своих друзей. И каждый день они дружили с собачкой. Мне нравятся вот эти книжки, которые вот про папи. Когда маленькие собачки, маленькие другие животные, если переворачивать страничку. А это на английском языке, можно переводить на русский. Потом вот эта собачка тоже. Это моя любимая, мои любимцы. И в этой книжечке потрогай меня. Когда не трогают, это кладенько, мягенько. Если открывает другую страничку, сладко спит веселый песик. У него шершавый носик. И если потрогать эту носик, то он действительно шершавый. И так далее странички. Также я предлагаю такую книжечку. Мне нравится ПАК. Это Папет Шоу. Фингер Папет. И здесь каждую страничку, когда открываешь и читаешь, эта собачка всегда есть здесь. Вот она, видите? И еще открываем страничку. Какую мы страничку не открыли, эта собачка всегда здесь есть. И ребятки, это любят, конечно. И еще мне другую книжку принесла. Это, которую можно дотрагиваться про фарм и анималс. Правильно. Сейчас мы посмотрим. Называется «Трогай и чувствуй животных». И мы с вами учили про разных животных. Мы учили про корочку с цыплятками. Если потрогать, они такие мягенькие. Флаффи-чикс. А если посмотреть другой полошадок, посмотрите, какие валвати. Вот такие вот дотронутся. А вот и наши собачки. Тиклзадокс. Фари-тами. Посмотрите, какие. Ой, какие. Это что за собачка? Ой, она такая хорошенькая. Посмотрите, она говорит, я люблю танцевать. Ты любишь танцевать, Эпид? Ой, это так она танцует. Собачка, ты такая веселая. И ребятки будут тоже так танцевать. Ой, ты танцуешь? Ой. Тебе нравится? Да, мне нравится. Ой, ой, ой. Это он так танцует, ябачка? Ой, ой. Ой, она есть собачка. Игра Finger Puppets. Когда мы поем песенку Бинго, они кладут, это выкладывают B-I-N-G-O. Вторая игра тоже очень хорошая. Я ее делала сама. Вырезала такие норки, эти домики, где живет собачка. И в зависимости, громко, тихо, там прячется косточка за. Косточку можно сделать, только меньше у меня есть. И где идет, 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 идет. И там, где громче и громче, тихо и громко. И там лежит косточка. А эта собачка пришла с косточкой. Вы знаете, ребята, что собачки любят кушать мясо и косточки. И она мне принесла вот эту игру. И мы будем играть в эту игру. Песенка, которая, Бинго, был у нас фермер. И у него была собачка. И спелается собачка. Надо найти каждую из этих буквочек. B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O-M фермер. Там у нас еще есть. И это будет имя. Поехали. 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 I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O. И привезли. I-N-G-O-B-I-N-G-O-B-I-N-G-O. And Bingo was his name. Нету? 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 Где? Где косточка? Правильно. Тихо. Тихо. Тихо, где вид? Где она? Нет. Оп! Косточка! Мы говорим про осень, и говорим про желуди, и говорим про дерево, что у нас желудями. Каждому ребятишку, каждому ребенку я даю вот такой желудь. Они должны сами как-то разукрашивать, или даже дам, наверное, раскраски, и пусть они красят. Каждый ребенок я даю вот такое задание. Здесь надо написать слово чли, это дерево, animals, barn, где живут эти животные, farm, трактор, и hay, это сено. Вот такое. Они должны найти и сделать вот такое задание. Где одинаковые собачки? Вот они находят, что две собачки в желтых шапочках, это одинаково. И две собачки с синими ушками тоже одинаковые. Остальные собачки разные, хотя все говорят аф, 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 уф, уф, уф. А здесь? Число? Два. Два. Три и два. Сколько собачек? Три. Три и два. Сколько собачек? Пять. Пять. Окей. Теперь скажите, где у меня, кто положит, кто положит одинаковые собачки? Где одинаковые собачки? Дэвид, иди покажи. Одинаковые собачки. Чего ты там вылезаешь? Правильно. Сколько у нас одинаковых здесь собачек? Два. А сколько здесь собачек одинаковых? Два. А сколько вместе собачек два и два? Четыре. Два. Четыре. Три. Четыре. Ну, давайте. Мотор скиллз, когда ребята шьют, как бы протягивают из дырочки в дырочки веревочку. И мы сегодня, мы делали это раньше и транспорт, и делали шейпы, кружочек, квадратик. Сегодня мы продолжаем учить шить вот так, потому что мы учим собачку и кошечку. Сегодня мы продолжаем играть этот пазл, когда выкладываем животных. И потому что мы учим про собачку, мы вот так должны из двух кубиков выложить собачку и положить сюда. И слушаем звук. Как собачка гава. Сегодня мы продолжаем делать игру, где солнышко и дождик, но мы делаем только дождик. Дети играют на каком-то инструменте, на любом, и делают вот такие капельки дождя, приклеивают листик от дерева, и это как зонтик. Кап, 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 кап. Все. Да, а теперь что надо сделать, чтобы не намочиться? Надо иметь что? Зонтик? Зонтик. Окей, переклей. И ставь зонтик. А зонтик у нас из чего? Нет, ну зонтик должен сверху быть, правда? Иначе что он на полу будет делать? Он же тогда все намочится. Давай. И теперь у нас зонтик из листика. И никто не будет мокрый, правильно? Правильно. Пазлсы про разных животных, и про кошечку, и про собачку. Они могут здесь потрогать. Это на сенсоре, когда они могут дотронуться и поиграть. То же самое у меня есть другие пазлсы. Вот опять собачка, кошечка. Еще пазлсы. Они вспоминают, что они учили лошадку, и корочку, и поросенка. И здесь еще вот у нас собачка, и корочка тоже. И еще одна эта ферма, кто живет на ферме. Это больше для младшего возраста. Вот такой пазл. Он сложнее. Состоит из мелких частей. И очень хорошо, если можно, вот такой спеллинг, гейм, где они пишут и кау, там и все остальные животные, складывают пупочки. Как мы сегодня делаем дождик, то это солнышко. И это хендрайтинг. Это когда должны не провести линии, солнышко. И в то же время там животные, которых они знают. Игра тоже вот так делает животных, и собачку, и кошечку. Тут еще больше животных, и это два плюс. Но даже старшие ребятки могут даже очень даже интересоваться это сделать. Сейчас очень про собачек. Мы делаем такой фабрикалаш. Они могут посчитать, положить, много сказать, просто много. Есть маленькие и длинненькие собачки, то есть разные. Есть стыберсы собачек. Разные собачки. Они могут выкладывать на бумажку стыберсы маленьких. Или просто повторяем. Мы говорим, сколько у нас животей? Один. Потом я могу опять другой нести. А сколько здесь животей? Два. А если мы прибавим еще один желудок, сколько будет желудок? Будет три. А два и два это сколько? Четыре. А если было три и прибавили один, тоже четыре. А теперь положим еще один желудок. Посерединочке было четыре. И еще один будет пять. И так можно прибавлять любое количество желудок. Делать из плейда собачку. Мы сегодня с вами еще учим про кошечек. И вот пришли у меня тут серенькая кошечка, другая кошечка, еще серенькая кошечка. И сколько у нас кошечек? Один, два, три. Одна большая, одна поменьше и одна маленькая. А как кошечка говорит? Какой звук она говорит? Ой. Кошечки. Это надо быть мяу, мяу, мяу. Кошечки. А мы знаем песенку про серенькую кошечку. Давайте споем. Вы меня споете? Давайте попробуем послушать песенку. Ой, такие кошечки. Серенькая кошечка Села у окошечка Хвостиком махала Где-то так ждала Серые котятки И громко Спать пора Ребяткам Сереньким котяткам Заснули, заснули, заснули Заснули, заснули Маша, нажимай Нажимай, Маша Проснулись котятки Наша игра когда-либо она берет кошечку И считает сколько он сделал Таких вот Вот это вот Отсюда может селать Вот так Да Окей Еще так как у нас одна коробочка кошечки А другая каждую коробочка Это собачки Они могут придумывать все, что они хотят Опять можно сделать паттернс Можно просто поиграть Это на выбор детей Ребята, сегодня мы будем учить инструмент рекордер Посмотрите Один рекордер Два рекорда И у меня сегодня три И они все разных цветов Коричневый, синий и белый Как звучит рекордер? Если я попробую Посмотрите, какой он длинненький Я возьму сейчас Тут дырочки такие есть Зукини или кабачок? Нет, не кьюка Это не огурчик Он похож на огурчик Тоже зелененький, ровненький Но это кабачок Сказали, кабачок По-английски зукини Знаете, что я сделала? Я отрезала Я взяла ножик И отрезала Видите кусочек? Отрезала И взяла вот так И сделала дырочки Видите? И сделала дырочки Сколько я дырочек сделала? Три Теперь мне надо, знаете, что сделать? Сделать надо здесь Дырочку Видите, сколько посыпало Что внутри кабачка? А теперь Кто хочет попробовать Сыграть на зукини рекордере? Подожди, я... Мы с вами говорили про этот овощ Вы говорили, что это огурчик, может быть И кто-то сказал, что все-таки кабачок Да, это кабачок Он тоже похож на огурчик Зелененький Такой же длинненький Но это кабачок И сегодня с кабачком мы будем сделать с вами музыкальный инструмент Рекордер инструмент Для этого я, конечно, буду вырезать Мне надо сделать дырочки Я потом, ребята, тоже дам вырезать И мы должны отрезать этот кусочек Вот это, чтобы он был пустой И отсюда нам надо еще больше сделать Вырезать дырочку Можно так, а можно еще ножиком добавить Чтобы оно все вышло оттуда Мякоть, чтобы оно было пустое Теперь я попробую сыграть Но это не так важно, какой звук Главное Дуй Молодец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!